Создатели Мина, самого лёгкого блокчейна, построенного на базе технологии с нулевым разглашением, продолжают совершенствовать свой продукт и знакомить пользователей с новыми аспектами его разработки. В конце августа они поделились сообществом интересным материалом для тех, кто заинтересован в создании ZK App на Мина. Такой контент – именно то, что нужно начинающим разработчикам и самому проекту, ведь он привлекает внимание новичков и мотивирует их создавать новые приложения с уникальными функциями. 31 августа в блоге разработчиков был опубликован пост, содержащий два интересных видео на тему Web3 и место, которое займут в этой сети технологии с нулевым разглашением. Своим видением поделились семь спикеров, каждый из которых обладает экспертностью и имеет прямое отношение к разработке Мина. Они подробно рассказали о концепции Web3 и возможности использования нулевых знаний для упрощения масштабирования и повышения безопасности сети. Ещё один пост, опубликованный 13 сентября, рассказывает о влиянии технологий с нулевым разглашением на будущее NFT. В видео Эван Шапира, генеральный директор проекта, делится своим видением того, как популяризация новой технологии изменит подход к созданию и распространению уникальных активов. В конце августа в Твиттер разработчики опубликовали ссылку на руководство по основам стейкинга в Мина, которое теперь доступно для всех пользователей. В этом руководстве они рассказали о том, как будет работать стейкинг на платформе, как сделать ставку и какие преимущества получат пользователи, которые хотят получить пассивный доход от ставок. Также они опубликовали руководство по делегированию для тех, кому необходима возможность передавать свои активы другим пользователям для получения процентов от их использования. 29 августа в той же социальной сети компании появилась запись о наборе желающих принять участие в бета-тестировании ZK-App. Разработчики предложили пользователям помочь с совершенствованием Мина Билдер, выполняя тестовые задачи ZK-Apps. Участники теста не только получат ценный опыт, но и смогут побороться за место в первых строчках турнирной таблицы. Самых активных и удачливых ждут дополнительные награды, а регистрация доступна через Google форму. 1 сентября стало известно, что по данным GitHub, Мина была названа самой активной криптовалютой за последние 12 месяцев. Это означает, что сообщество развивается ускоренными темпами, и новые пользователи находят время для обсуждения и поддержки проекта. Днём позже разработчики анонсировали встречу в Пусане, которая пройдёт 21 сентября. Команда сообщила, что в рамках мероприятия его гости смогут изучить основы написания своего первого смарт-контракта ZK с сохранением конфиденциальности. Разработчики отметили, что не ставят ограничения по опыту участников, и к практикуму смогут присоединиться все желающие. В конце первой недели сентября в блоге C-Node на Medium появилась статья, посвящённая Мина. В ней рассказывается о том, как самый лёгкий в мире блокчейн должен решить проблему DA. Статья посвящена особенностям протокола и тем возможностям, которые появятся у разработчиков благодаря его использованию. Разработчики также поделились ссылкой на конкурс, участники которого должны создать самую маленькую игру, вес которой не будет превышать 13 килобайт. На конкурс разработчиков игр на HTML5 и JavaScript можно было отправить заявку до 13 сентября. 13 сентября состоялась встреча в Лондоне, на которую разработчики приглашали всех желающих обсудить развитие технологии с нулевым разглашением. Через несколько дней в блоге Ovan Labs появилась запись о старте второй в истории криптосообщества программы ZK Builders. Участие в ней примут 30 талантливых разработчиков со всего мира. Подогревая интерес к этому событию, создатели Мина рассказали о дополнительном доказательстве владения одной из особенностей ZK технологии. 15 сентября в твиттере Ovan Labs появилась публикация, посвященная сразу нескольким интересным для сообщества темам. Ознакомившись с ней, пользователи узнают про технологические связи между Мина и Эфириум, увидят дорожную карту проекта и примеры того, как поток данных и действия смарт-контракта будут выглядеть в будущем. Разработчики также анонсировали встречу 27 сентября, которая пройдёт в Сингапуре. Это ещё одна возможность узнать больше об их планах и видении технологий, используемых при создании Мина. Подобное мероприятие в рамках путешествия по Азии пройдёт и в Хошимине, где команда проведёт встречу 25 сентября. Если тебе понравился данный выпуск, подпишись на канал и прожми колокольчик на все уведомления.